Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. Хоть на улице поздняя осень, однако работы в саду продолжаются. Полным ходом идет обрезка сада, а также искореняющие обработки в осенний период. И сегодня я расскажу, для чего нужен медный купорос и железный, в чем их отличия и как их правильно применять. Железо и медь являются химическими элементами, которые по-разному влияют на вегетативный процесс растений и имеют ряд отличий. Начнем с железного купороса. Железо в железном купоросе целых 53%. Без железа невозможно представить рост и развитие растений. Железо участвует в процессе фотосинтеза и накапливается главным образом в листьях. Наиболее чувствительны к железу такие ягодные культуры, как смородина, крыжовник, а также малина. При нехватке железа на растениях возникает хлороз. При хлорозе листовая пластина осветляется. В основном страдают верхние молодые листочки. При этом жилки остаются зелеными. В крайних случаях запущенных при острой нехватке железа осветляется листовая пластина полностью. Растения перестают развиваться, плодоносить и в конечном случае могут даже погибнуть. Чаще всего недостаток железа ощущается на легких песчаных либо торфяных почвах. При недостатке железа нужны внекорневые подкормки хелатом железа, чтобы восполнить его дефицит. Для приготовления хелата железа понадобится 4 грамма железного купороса на 1 литр воды. Затем добавить 2,5 грамма лимонной кислоты. Полученный раствор размешать и обработать растения по листу. Это самая эффективная подкормка от хлороза. В острых случаях нехватки железа при остром хлорозе также используют полив растений раствором железного купороса под корень. Делают 1,5% раствор, то есть 150 грамм железного купороса на 10 литров воды. И под растения примерно, в зависимости от габаритов растений, от нескольких литров до нескольких ведер такого раствора. Такой раствор хорошо насыщает почву железом, и растения начинают вегетацию, листья начинают молодые зеленеть, и растения продолжают развиваться. Нужно сказать, что железный купорос, в отличие от медного купороса, в меньшей степени защищает растения от различных фитопатогенов и применяется в большей степени для обработки деревьев от мхов и лишайников. Мхи и лишайники сами по себе не так уж и вредны для деревьев, однако в них могут прятаться различные вредители на зимовку, а также зимовать споры грибков различных фитопатогенов. Именно поэтому садоводы должны бороться с мхами и лишайниками в своем саду. Для обработки деревьев в осенний период после листопада используют 5% раствор железного купороса. Понадобится 500 г железного купороса на 10 литров воды. Таким сильным раствором обрабатывают плодовые деревья и ягодные кустарники. Кстати, раствор в такой концентрации эффективен и против многих вредителей, против личинок вредителей, а нет такой концентрации раствора, также погибают. Обработку железным купоросом проводят даже поздней осенью, когда небольшие в минимальной положительной температуре от плюс 3 градусов тепла. Главное, чтобы не было осадков в виде дождя и не было ветра. Если подходящая погода, то обработку можно смело проводить. А теперь о меди. Медь очень важна для правильного белкового и углеводного обменов в растительной клетке. Излишнее содержание гумуса в почве, торфяные почвы – все это приводит к нехватке меди. Страдают растения. В первую очередь страдают кончики листьев, они осветляются. При остром недостатке меди появляются пятна, белесые по всей листовой пластине. Растение начинает плохо развиваться, отмирает точка роста. Наблюдается вялость листьев и побегов. Для борьбы с нехваткой меди используют медсодержащие препараты. Такие, как медный купорос, либо суперфосфат с медью. Для борьбы с нехваткой меди при проявлении признаков этой нехватки проводят внекоравневые обработки медным купоросом. Готовят раствор слабой концентрации. Примерно чайная ложка медного купороса на 10 литров воды. Таким раствором обрабатывают растения по листу. За сезон понадобится 3-4 обработки. В отличие от железного купороса, который можно применять только весной, до распускания почек и осенью после листопада, медный купорос можно использовать весь сезон. Разница лишь в концентрации растворов. Если в осенний период, когда нет листьев, и весной до набухания и распускания почек, можно использовать растворы сильной концентрации, обрабатывать деревья, ягодные кустарники, декоративные культуры 3-процентным раствором медного купороса, то в летний период можно использовать лишь 1-процентный раствор. Если превысить концентрацию раствора, то листья на растениях попросту сгорят. Медный купорос является сильнейшим фунгицидом. Он эффективен против большинства грибковых заболеваний, различных пятнистостей, фитофтороза, парши и т.д. Особенно эффективен медный купорос, имея содержащие препараты от такого заболевания, как фитофтороз на картофеле и томатах. Чаще всего медный купорос применяется совместно с известью, и данная смесь называется бордоской. Известь в этом растворе нужна для того, чтобы снизить агрессивную кислотность медного купороса, и для того, чтобы раствор больше не смывался дождями с ветвей деревьев, защищая их от различных патогенов. Ранней весной и поздней осенью используют для обработки сада трехпроцентный раствор бордосской жидкости. В вегетационный период летом по листу используют однопроцентный раствор. По отличие от железного купороса, который не обладает токсичностью, практически и не обладает, медный купорос является ядовитым. Поэтому при работе с медным купоросом обязательно нужно соблюдать определенные правила. Одевать респиратор и перчатки. После обработки сада обязательно вымыть лицо и руки. Медный купорос также, в отличие от железного, который не имеет сроков годности, такие сроки имеет, и они указываются производителем на упаковке. Исходя из всех характеристик медного купороса и железного купороса, можно сделать определенный вывод, что железный купорос в большей степени подходит для обработки сада от мхов или шайников. Также им можно обрабатывать газоны от мха. А медный купорос в большей степени является фунгицидом и помогает справиться с различными заболеваниями на наших деревьях в саду. Кошка. Конечно же, сейчас многие садоводы предпочитают использовать натуральные биологические препараты для обработки сада. Однако, в экстремальных ситуациях, когда растения заболели, без медного купороса не обойтись. Поэтому выбирайте правильные сроки обработки и используйте данные препараты правильно. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!